Привет, друзья! Как дела? Меня зовут Фёдор и сегодня будет full Russian. То есть я не буду говорить ни слова по-английски, только по-русски. Я буду говорить как я перестроился с российского быта на американский быт, когда я приехал в Америку. Ну так вот, я приехал в Америку, когда мне было 17 лет. Я приехал учиться в университет. И когда я приехал, я думал то, что у меня уровень английского отличный. То есть я самый лучший, говорящий на английском языке, вообще у меня не может быть никаких проблем. Я так считал. Когда я приехал в Нью-Йорк, я там потерялся, то есть я не мог найти свою станцию автобусную. Я спрашивал у всех прохожих, где моя станция, где моя станция, вот у меня есть билет, вот он адрес, где этот адрес находится. Мне не отвечали, мне они помогали, но что они мне отвечали, я не понимал. То есть я сделал ошибку, когда учил русский язык и поэтому сейчас я учу вас, чтобы вы её не делали. Это я учил грамматику и только грамматику. Я не учился говорить по-английски, я не учился слушать английскую речь, особенно американскую. И когда в Нью-Йорке я просто был в растерянности, куда мне идти, я не мог ничего понять. И в итоге я просто надеялся на удачу, на судьбу, так сказать, на Бога надеялся. Ну и в итоге я, конечно же, нашёл свою станцию и приехал сюда в университет. Парочка интересных моментов об Америке, которые я заметил за всё своё время проживания здесь. Первое это то, что американцы не любят готовить. У нас же в России, у нас постоянно, у нас в каждой семье, наверняка, мне кажется, где-то в 99 процентах случаев, есть кухня, которой пользуются, которая... есть плита, холодильник, всё там есть и на этом реально готовят завтрак, обед и ужин. Здесь же в Америке максимум, что приготовят, это завтрак. Завтрак приготовили, обед и ужин, мы идём в рестораны и там питаемся. У нас же в России такого нету. То есть, когда я приехал сюда, я думал, так, наверняка у меня в общежитии будет холодильник, будет кухня, где я могу готовить себе еду. То есть, мне нужно будет купить курицу, рис, лапшу, чтобы там готовить. Но у нас не было кухни в нашем корпусе. И потом только я понял то, что это не потому, что у нас плохой корпус, а потому что, в принципе, американцы не любят есть, не любят готовить. То есть, либо же мало готовят. Не то, что не любят, просто мало готовят. Ну так вот, это первое. Второе, это то, что американцы очень неправдоподобные, что ли. Неправильное слово. Американцы очень ненастоящие. Ненастоящие. То есть, ну не знаю, когда они говорят тебе комплимент, возможно, они тебе врут, чтобы тебе просто было приятно. Возможно, у тебя, ты только что подстригся, да, у тебя новая прическа. И они тебе говорят, хорошая прическа. Но им она не нравится. Но они это говорят, чтобы тебе было приятно. Чтобы тебе понравится. И поначалу я думал то, что, о, американцы такие приветливые, все такие вежливые. А только потом я понял, что у них это только фасад. У них это только образ. На самом деле, вот внутри так никто не думает. То есть, там, у тебя хорошая прическа или нет, им все равно. Но тебе они делают комплимент, чтобы тебе было приятно. А не потому, что это так и есть. И это до сих пор я над этим, так сказать, к этому привыкаю. И пытаюсь как-то разобраться, когда они реально говорят мне правду. Либо же, когда они мне не искренне лгут, чтобы мне было приятно. То есть, такие вот два, получается, не то, что главных, но два примера, которые приходят мне в голову. Это нежелание и нелюбовь к готовке. И то, что они бывают ненастоящими. Это два таких примера, которые, я думаю, вам понравились. На этом, в принципе, всё. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, пишите в комментариях, если вам понравились, если вам понравился этот формат видео. Я думаю, то, что вам он понравился, разумеется. Но также скажите, пожалуйста, что, о чём мне можно ещё поговорить. То есть, о чём мне можно вам рассказать на русском языке. Потому что я это делаю каждое воскресенье теперь. И у меня будет много-много видео, а идей у меня маловато. Так что, пишите свои идеи в комментарии. Я обязательно почитаю. На этом всё. Я вас увижу в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok